Добрый день! Сегодня хочу рассказать про вот такую вот ручку для надфиля. Причем, чем она хороша, она сменная. Можно сделать из дерева к каждому надфилю, но это будет много места заниматься. Тут же у нас что? Чик. Отвинтили, вытащили. Вот, сделано очень просто. Я долго думал, что-то тупил все, но вот сейчас доделал. Доделал, состоит из трех деталей. Баллончик от сифона, проточен до восьми, нарезанная резьба 8-я 0,75-я. Здесь рассверлено на пять. Цанга от гравюра. Я покупал наборчики этих насадок для гравюра, во многих шли цанги. Я не знаю, может, я что-то как-то не так их использую, но мне кажется, их менять пока мне незачем, и они у меня лишние. Вот. При этом я сейчас себе заказал там, ну, один наборчик, у него входит опять набор цанг. Там цанги хорошие, разного диаметра они мне нужны. Вот. А вот эти валялись без дела, выточил. Можно не вытачивать, в принципе, использовать гайку от гравюра. То есть, получается, в принципе, можно сделать без токарки. Сверлим на пять. Вот здесь чуть-чуть надо снять, буквально миллиметр. Это можно просто его, там, не знаю, может быть, в дрели как-то закрепить и напильником это, я думаю, можно снять. Либо, знаете, какой интересный вариант. Вначале нарезать какая-то, я не помню, сколько изначально диаметра резьбу. Потом ее снять проще. Ну, и она, видно, там, так сказать, ну, глубина от этих прорезов будет нам ограничителем по диаметру, где сколько, и напильником просто сточить. Вот. Ну, на токарке, понятно, лучше. Все. Такая вот штука. Чем еще интересен данный вариант? Ну, во-первых, я цанги могу разного диаметра использовать. Я могу, вот, кроме надфилей, сюда закрепить, что у нас есть. Вот он у нас набор. Я могу закрепить какую-то шарушку. Могу закрепить алмазную и вручную что-то обрабатывать алмазом. Вот. Либо какую-то вот точильную и что-то ковырять ей. Вот. Я могу, так как я себе заказал набор, сам вставить сверло, и, бывает, надо вручную поковырять. Вот. Такая тема. К сожалению, сюда не подходит патрон, который у меня есть. Вот. Для коровера. Он длиннейший. Его надо либо конец ему патрону чуть-чуть отпиливать. То есть, вот этого длины не хватает. Ему надо вот какой-то с длиной ценой. Либо вот сюда что-то подложить. Какую-то тоненькую шайбочку внутрь. Вот. Ну, то есть, я еще по этому поводу подумаю. Насчет шайбочки. А, и какая еще у меня есть мысль. Вот это вот отверстие. Так, здесь отверстие я спарлил на 7,5. Ну, 7,2 надо. Где тут такое? Я на 7,5. Меня устраивает. А вот это вот на 5. И что это нам дает, если у нас здесь 5? Мы можем сделать... Торцануть. Вот сейчас я хочу. И сделать резьбу на 6. То есть, вещь будет универсальна. Можно использовать для крепления каких-нибудь отрезных дисков на гравер. Можно использовать как вот на вот этих ручках. Ну, не знаю. Опять же, может, сейчас я не буду делать. Потому что мне надо парочку сделать именно ручек. Вот. Таких вот я хочу сделать. Ну, баллончики, они немножко неровные, на мой взгляд. И когда их точишь, они идеальности не получается. Но тут вращения не будет. Вот у меня я нарезал на 5... На 8 первую резьбу вот здесь. Но 75-й вот я думаю. То ли выкинуть баллончик, сделать универсальный, чтобы... Либо вот сюда сделать насадку гаечку. Ну, с первой резьбой. Тем более, у меня вот уже есть заготовочка. Ну, вот видите, здесь длину я взял немножко больше, чем мне надо. Ну, я просто у меня был кусочек предыдущих работ остался. Мне он не укорачивал, ничего особо не мерил, всё на глаз. Всё получилось. Вот, на мой взгляд, довольно удобно в руке. Вот. Что вам ещё показать? Вот. Нарезал плашечкой резьбу. Вот на этом переходнике. Теперь... то я его, ну, поторопился. Надо было не делать. Сразу бы здесь нарезать такую на одну четвёртую 20 ниток. А так вот теперь она хорошо накручивается. Вот. Резинка для упора и чтобы не отваливалась. Так что вот. Резинка сантехническая какая-то. Такие вот дела. Вот. Сейчас буду делать второй. Наверное, всё тоже сделать. Всё-таки на 75-й. Ну, чтобы... как-то оно было... универсальней. Баллончики, в принципе, кто из пневматики стреляет, это их, ну, наживное дело. Пустые. Вот. Ну, можно самому цангу выточить. Наверное, при желании. У меня пока потребностей нет, поэтому я их не точу. Вот. Ну, можно, конечно, вот это что-нибудь благороднее сделать. Вот. Но, опять же, мне вот понравилось, что вот она длиннее, она как-то, ну, как упор, потому что ручка мою для большой руки маловато немножко. Вот. Потому что, поэтому можно было сделать её вот такой короче. Здесь она как раз длина не лишняя. Вот. Короче, вот так вот. Благодарю за внимание. Всего доброго. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова